Скажите, а вы сами когда-нибудь думали о чем-нибудь творческом, не связанном непосредственно с вашим ремеслом? Тоже, допустим, что-то рисовать для души? Нет? Никогда не приходило в голову? Как-то я сразу был настроен на профессию актера. То есть у вас никогда не было никаких увлечений, никакого хобби? Я имею в виду не детский? Нет, хобби у меня было. Когда я был ребенком, я играл в футбол, у меня есть значок ГТО и БГТО. Ну, это не хобби. Потому что в школах мы играли. По-моему, третий разряд по волейболу. Я как все нормальные ребятишки, но я бегал в Дом пионеров в Чите, когда там учился, и школу я там закончил. Я, в общем, во всех кружках занимался. Прям во всех? В танцевальном, в рисовальном, в кукольном. А, в рисовальном все-таки занимались? Ну, меня не тянет. Ну, так. Ну, как все дети, в общем, да. Но поэтому... А вот к этому, к драматическому коллективу я как-то привык еще там. И потом вот... Тогда ведь телевидения не было, было радио. И вот шесть часов разницы во времени. И вот я у приемника всегда, у репродуктора даже, смотрел, слушал, что там, к ней, кто играет, кто поет. И вот тогда я насмотрелся столько фильмов со своими ребятами. Мы убегали со школы на первый, второй сеансы прогуливали. В зале, может быть, были мы в пятером, только сидели. Не так сидели, а вот на спинке. И реплики кидали вперед артистов, которые... А, то есть уже по несколько раз дали. Все знали. Я знаю по 15-20 раз один и тот же фильм. И мы знали весь этот текст, знали все фильмы и артистов. И когда я увидел в 49-м году, был юбилей Малого театра, я увидел фильм Малый театр и его мастера. Я увидел многих актеров, которых я знал по кино. И весь этот юбилей произвел на меня такое впечатление, что когда я закончил через 4 года школу, то я все документы... А тогда ведь не было это самое... Отпечатать там, да? От руки. Я все отправил в Москву по адресу, который я запомнил в 49-м году. Москва, Нелинная, 6, театральная утилия, 7, 7. Витя. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. Субтитры сделал DimaTorzok. Делик на телеканале СПОКОЙНОМ. Субтитры сделал DimaTorzok.